Бум-бум! Привет, ребята! Мы не видели с вами несколько лет. В прошлом видео мы с вами сравнивали двух гигантов. Это Роллтон и Мивину. Многие из вас меня начали в комментариях критиковать, унижать, оскорблять. Потому что Вова, как ты можешь сравнивать несравнимое? Вова, подстригись, что с голосом? В общем, я всё учёл. А, ещё про обои были словечки, так что абсолютно всё поменялось. Поменялась прическа, поменялся мой голос, поменялись обои и сама кухня изменилась. А также мы сегодня в этом видео с вами будем сравнивать Мивину против Мивины. Но чтобы это видео было не только сравнением, я ещё вам покажу новые способы по приготовлению. На обратной стороне упаковки указано всего три способа, а я вам покажу четвёртый. Так что бегите в магазин, покупайте Мивину и я вас научу её вкусно готовить. Но я обнаружил, что у меня нету дома молока. И сейчас я иду в магазин, чтобы купить молоко и сделать вкусную вермишельку. Бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум. Чтобы приготовить две Мивины, нам понадобится две глубоких тарелки. Одна тарелка, чтобы накрыть другую тарелку. Также понадобятся две вилки, молоко и вода. Ну и, конечно же, главный ингредиент – сама Мивина. А для приготовления нужно заполучить микроволновую печь. Ребята, я с вами общаюсь, а тут на меня хотят напасть и съёмку прекратить. Ребята, она хочет на меня сигануть и съесть мою мивину. Не бывать этому. Никогда. Никогда, никогда, никогда. Ааа, мивина! И даже кот не устоит. А теперь внезапная рубрика Вова Кулинар. Первый способ по приготовлению является классический. Ну, один мы сделаем такой, какой нам рекомендует сама мивина, а второй уже моё ноу-хау. То, как я вижу и как я чувствую мивину. Первым делом берём мивину со вкусом банана. Её нужно предварительно разломать, вот так вот поломать хорошенько. Дальше открыть упаковку. Сейчас мы это с вами сделаем. Это всегда очень нелёгкий процесс, потому что никогда у меня чё-то не открывается. Берём. Оп-оп-оп. Высыпаем в тарелку. Кстати, тут такой классный бокс. Мне прям нравится. Дальше нам нужно по плану взболтать молоко. Холодное причём. Налить в тарелку с мивиной. Вот так вот наливаем. Дальше. Открываем пакетик. Сейчас открою. Ой, он уже высыпается. И нужно высыпать поверх этого всего. Это я могу. Кстати, такой классный запах. Мне прям уже хочется это всё сеть. Вкусный банан. Ну и теперь всё это дело нужно засунуть в микроволновую печь на целых пять минут. Пока на моей кухне всё шкварчит, кипит, одним словом, готовится, мы с вами приготовим второй вариант. Для этого нам потребуется глубокая тара, а также штука, в которой мы сможем скипятить воду. У меня есть электрочайник. В него мы выливаем достаточно воды, чтобы заполнить ёмкость. Ну и ставим кипятиться, собственно. Когда чайник кипятится и согревает воду для нашей с вами еды, сейчас у нас половина двенадцатого утра, то есть это у меня будет, получается, ранний обед или поздний завтрак. Неважно. Открываю я мельвинку со вкусом клубнички. Дальше высыпаю её в ёмкость. Тут вот такой классный брикет. Мне он тоже очень нравится. Он такой большой. Сейчас нужно делать дырку побольше, чтобы было легче это всё высыпать. Дальше. Беру первую, посыпаю, посыпаю. Беру вторую, посыпаю, посыпаю, посыпаю. Селю, сею, посеваю. Чайник согрелся. Мы его с вами берём. И выливаем водичку. Не очень много, примерно вот так, чтобы слегка покрылось. Ну и накрываем второй ёмкостью. И жжём минут пять. Пять минут прошли незаметно. Открываем микроволновку. О боже, что это? Что-то пошло явно не так. Наверное, я налил много молока. Что ж, в любом случае, мне нужно это достать. Прошло ещё какое-то время. Всё уже подостыло, приготовилось и заварилось. Мивина, которую я приготовил с помощью воды, стала какой-то желейной. Очень странная консистенция, она напоминает желе. Пахнет, конечно, вкусно, но я даже не представляю, какой оно будет на вкус. Мивина. То есть, это обычный вермишель, ещё и с молоком. Я такого никогда в жизни не ел. Давайте сначала попробуем классический вариант, который испачкал всю мою микроволновую печь. Возможно, будет вкусно. Я не уверен, что я, конечно, всё это съем, но попробую. Напишите в комментариях, если вы пробовали, если вам понравилось, будет интересно узнать. На запах оно... Оно приятное, вот не отталкивает на самом деле, хочется пробовать. На вкус как овсянка, но не такое. В общем, классический вариант меня не впечатлил. Я больше это кушать не буду, как бы на этом всё. Мивинка на воде. Обрызгал весь стол, но ничего. Давайте перемешаем. Оно очень вкусно пахнет. Вот намного сильнее запах, чем в классическом варианте. Мне нравится, как оно пахнет. Надеюсь, на вкус оно будет лучше. Но, опять-таки, такой химозный запах. Ну, конечно, давайте чуть-чуть. Я очень надеюсь, что я не траванусь. Вот это реально можно кушать, ребята. Вот это вкусно. Советую. В этом видео мы с вами впервые попробовали мивину с молоком. Также приготовили эту мивину с водой. Я это сравнил. И мне понравилось именно на воде. С молоком она какая-то очень странная такая овсянка на минималках. Химозная овсянка на минималках, вот так лучше сказать. А вот на молоке это действительно можно кушать. Ну, то есть, не стыдно. Вот так вот можно готовить. Конечно, оно очень странной консистенции. Слишком приторный запах. Но, если не усчитывать все эти минусы, то это, в принципе, неплохая еда. Конечно, лучше купить обычную мивину с грибами, с ветчиной. Попробуйте. Во всяком случае, мне понравилось. Вам советую твердо. Большое спасибо за просмотр. С вами на протяжении этого видео был я, Вова Гора. Посмотрите мое первое видео сравнение Роллтона или Мивина. Ссылку оставлю в описании под этим видео. Всех люблю, целую. И скоро увидимся. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова